Привет, дорогой зритель! Добро пожаловать на канал Китай в помощь! И сегодня на нашем канале в центре внимания уже в третий раз окажется браслет Mi Band 2. И вы можете спросить, почему этот гаджет удостаивается такого большого внимания. Но на самом деле всё достаточно просто. Я использую его уже больше года, и у меня накопились кое-какие впечатления от его использования, и мне есть о чём вам рассказать. Кроме этого, производитель Xiaomi не стоит на месте и постоянно модифицирует этот браслет. Точнее, сам-то браслет, конечно, никаким модификациям не подвергается, а вот его прошивка и программное обеспечение подверглась большим доработкам, и о них мы, конечно же, сегодня тоже поговорим. У этого браслета появились новые функции и новые возможности. И я думаю, что обо всём этом будет интересно узнать тем, кто только сейчас задумался о покупке этого браслета. Кроме этого, большое количество информации, которую я доносил в предыдущих обзорах, уже морально устарело. Ну и начнём мы по традиции с эргономики внешнего вида и удобства использования девайса. Что касается внешнего вида, то внешний вид самой капсулы практически не пострадал со времени последнего обзора. Да, он обзавёлся ещё некоторым количеством миниатюрных царапинок, но в целом хочется сказать, что капсула этого браслета к внешним воздействиям достаточно устойчива. Чего не скажешь о ремешке. Родной оригинальный ремешок, кстати, вот он у меня здесь, прослужил мне примерно полгода, после чего он начал выходить из строя. У него начал отслаиваться внутренний держатель капсулы, он сделан из более жёсткого пластика, от, так скажем, наружной части браслета. И при этом у меня просто-напросто начала выпадать капсула из браслета, и один раз я её даже чуть не потерял. Пришлось с фонариком искать на улице, но, к счастью, капсулу я нашёл. А вот браслетом этим пользоваться стало невозможно. Я пытался приклеить эту внутреннюю часть суперклеем, но ничего хорошего из этого не вышло. Только испортил внешний вид, а внутреннюю часть закрепить так и не смог. Естественно, мне пришлось подыскать этому браслету достойную замену. На то время найти оригинальный ремешок на Алиэкспрессе не представлялось возможным, и мне пришлось искать всевозможные аналоги, всевозможные замены. Я перепробовал достаточно большое количество ремешков, и все они мелькали в разных обзорах. Вы их могли видеть на моей руке. И таким образом, перебрав достаточно большое количество ремешков, я остановился на ремешках фирмы MyJobs. И нет, дорогой зритель, эти ремешки никакого отношения к бренду Apple не имеют. Просто имеют такое вот интересное название. Эти ремешки, хочу сказать, чуть жёстче, чем оригинальный ремешок, но у них также есть вот эта вот внутренняя пластиковая вставка, и в них также отлично держится капсула. При этом вот эта вставочка у них сделана в цветном исполнении. И вот в этом пакетике, который я уже успел раскурочить, приняв его за другую посылку, нас как раз таки и ждут ещё парочка ремешков от бренда MyJobs. И да, продавец, у которого я покупал эти ремешки, также в подарок положил нам сразу две плёночки для экрана Mi Band. Но, правда, эти плёночки я не использую. Мне браслет с ними кажется менее эстетичным. Уж лучше пускай экранчик немножко поцарапается, зато смотрится он так намного приятней. Итак, браслетики MyJobs. Они выпускаются в абсолютно разных цветах, и также разных цветов у них бывает вот эта вот внутренняя вставка из более жёсткого пластика. При этом цена каждого из таких браслетиков составляет примерно полтора доллара. Вот эти браслеты стоили примерно по доллару, но их качество существенно уступает браслетам от MyJobs. И если вы ищете бюджетный аналог родного ремешка, то стоит присмотреться к вот этим браслетам. Естественно, в описании вы найдёте на них ссылочку. Как видите, приехало всё в лучшем виде. Кроме этого, продавец положил подарочки. Ну а если вы хотите пользоваться только оригинальными аксессуарами для Mi Band, то в описании также я оставлю ссылочку на оригинальный ремешок. Они, к счастью, также поступили в продажу. Но их цена колеблется от 4 до 5 долларов. На мой взгляд, за кусочек резины это дороговато. Ну и впрочем, думаю, на этом о ремешках на сегодня хватит. И так, сказал я, достаточно много. Давайте отложим их в сторону и поговорим о более важных вещах, а именно о софте и о батарее гаджета. Думаю, большинство людей, которые приобретают данный браслет, используют программу Mi Fit, то есть оригинальную программу, которую могут скачать в приложении. И должен сказать, что эта программа с ходом обновлений приобрела совершенно другой вид, совершенно отличный от того, который она имела в самом начале использования данного браслета. Приложение стало более дружелюбным, в нем отображается намного больше информации, и вся эта информация более удобно расположена в самом приложении. Запустив его, вы тут же можете синхронизировать приложение с Mi Band. Вот сейчас как раз-таки у него произошла синхронизация. Здесь у нас отображается количество шагов, пройденное нами расстояние и количество сожженных килокалорий. Далее мы можем посмотреть информацию о том, как пользоваться браслетом, но я думаю, здесь ничего особо интересного нет. Чуть ниже пункт, посвященный данным о сне. Я этот браслет на ночь снимаю, поэтому и данных о сне у меня никаких не сохраняется. Далее у нас есть пункт последняя активность, о нем я расскажу чуть попозже. Спускаемся ниже. Здесь у нас наши рекорды по ходьбе. Как вы видите, у меня с ходьбой все так себе. И даже свою скромную планку в 3000 шагов я в последнее время не выхаживаю. Но это, конечно же, дело каждого. Далее мы можем посмотреть измерение пульса. И последней графой мы можем вводить наши показатели веса, если вы за этим самым весом следите. Программа будет сохранять каждое из измерений. Но, естественно, вес к Mi Band никакого отношения не имеет. Ну и думаю, с этим рабочим столом приложения все понятно. Переходим на второй рабочий стол, который носит название «Активность». И вот здесь как раз-таки наконец появилось то, за отсутствие чего ругали Mi Band в самых ранних прошивках, а именно режимы тренировок. Что это такое и с чем их едят. Изначально наш Mi Band не мог отслеживать пульс во время тренировок, то есть измерял пульс только в спокойном состоянии. Теперь с появлением и добавлением данного функционала мы сможем постоянно отслеживать наш пульс на протяжении всей тренировки. Причем у нас есть несколько типов тренировки. Это бег, бег на беговой дорожке, велопрогулка и ходьба. Причем в режиме бега на открытом пространстве и велопрогулке у нас приложение также задействует GPS нашего смартфона и записывает трек нашего перемещения. Я думаю, что для кого-то эта функция также будет полезна. Естественно, все эти виды активности у нас сохраняются в память, и позже вы сможете их посмотреть. Выбирайте период, за который вам нужно показать активность. Я вот, к примеру, в этом месяце побегал всего лишь два раза. Теперь вы можете выбрать этот вид активности и посмотреть по нему детальную информацию, включая, к примеру, протяженность нашего бега, время, затраченное на тренировку, темп, сколько калорий сожжено и также другую информацию, которой здесь просто огромное количество. И вот теперь с данным функционалом этот браслет поистине может называться фитнес-браслетом. Лично мне этот функционал кажется очень полезным и очень перспективным. Теперь еще немного о режиме тренировки. Предположим, вы решили заняться бегом, включили приложение, активировали GPS и запустили нужный нам режим, то есть бег на открытом пространстве. И мы можем видеть, что у нас начинается тренировка. В режиме тренировки у программы имеются голосовые оповещения у разного рода событий. Ну и, конечно же, если, к примеру, вы установите какое-то ограничение по пульсу, то браслет также вам об этом сообщит. Ну и вообще, функционал данного блока приложения очень обширный и рассказывать о нем можно очень долго. Но самое главное, я уже сказал, режим тренировки появился, активное отслеживание пульса во время тренировки появилось, и это, конечно же, очень здорово, большой плюс Xiaomi. Ну и последний пункт, который у нас остался, это пункт «Профиль». Здесь мы можем посмотреть параметры нашего Mi Band'а, посмотреть, когда мы последний раз его заряжали и какой заряд на нем остался. Кстати, на этом экране вы можете видеть, что на данный момент заряд аккумулятора нашего Mi Band'а составляет 81%, и за 7 дней, которые я его использовал, браслет сел всего лишь на 19%. Результат просто отличный. При этом стоит учесть, что все уведомления приходят на этот браслет, и он иногда жужжит просто не переставая. И сейчас, спустя год, я могу сказать, что аккумулятор данного гаджета работает как в первый раз, и никакой просадки по нему я не заметил. А это дает нам повод думать, что в данном браслете установлен аккумулятор отличного качества, и это, конечно же, также большущий плюс. Кроме информации о заряде аккумулятора, на данном экране мы также можем включить разблокировку экрана нашего смартфона при поднесении к нему Mi Band'а, а также настроить всевозможные уведомления. Здесь, в принципе, практически ничего не изменилось по сравнению с первыми версиями, просто пункты немножко поменялись местами. Также все тот же поиск браслета, формат времени, настройки экрана и тому подобное. Давайте вернемся назад и посмотрим, что еще есть в данном пункте меню. Также здесь вы можете установить цель активности, цель веса, ну и поменять другие параметры нашего браслета. И таким образом мы можем констатировать, что приложение подверглось значительным улучшениям и значительно было доработано компанией Xiaomi. Но, естественно, нет предела совершенству. Как вы можете видеть, в некоторых местах у нас некорректно отображаются названия. Есть и другие косяки в этой программе, которые меня не устраивают. И в поисках решения этих косяков я наткнулся на сайт, который называется MIUI Russia. Сейчас он отобразится на экране моего смартфона. Здесь нашему Mi Band, а точнее программе Mi Fit, отведена целая страничка. И на этой страничке имеется вот такая вот ссылка на доработанный Mi Fit версии 3.0.5. Давайте его скачаем, установим и я вам немножко о нем расскажу. Когда приложение скачается, открываем папку загрузки и запускаем установку APK файлов. Приложение спросит нас, хотите ли вы заменить оригинальную версию 3.0.5 на новую версию 3.0.5. И несмотря что номера версии одинаковые, программы разные и мы подтверждаем установку. Даем приложению все необходимые разрешения и начинается установка прямо поверх уже установленной программы из Play Market. Отлично, программа установилась и давайте ее откроем. Здорово. Как вы можете видеть, все данные у нас сохранились, ничего не потерялось. И внешне вот так вот с первого раза даже незаметны никакие отличия. Но отличия есть. Давайте подождем, пока наш Mi Band подключится к уже обновленной программе. Если этого подключения не произойдет, просто-напросто перезагрузите смартфон. Вот так и мне сейчас пришлось перезагрузить смартфон, после чего связь с Mi Band установилась и все работает отлично. Итак, как я уже сказал, что в данной версии программы мы изначально практически никаких изменений не заметим. Все те же цифры, все те же графики. Но если, к примеру, перейти в пункт активность, то уже здесь заметно, что все надписи у нас стали корректными. Ничто никуда не вылезает и все отображается аккуратно. Но, естественно, одними только надписями функционал обновленной программы у нас не ограничивается. Давайте перейдем во вкладку «Профиль», далее в настройки Mi Band и в настройки вызовов. И как вы можете видеть, сейчас здесь появился очень важный и очень интересный пункт, а именно информация о ВКонтакте. Показывает номер телефона или имя абонента при входящем вызове. И что я могу сказать? Ну, наконец-то это свершилось. Наконец-то хоть кто-то допилил прошивку Mi Band и теперь на экране, на этом маленьком экранчике Mi Band мы можем видеть имя звонящего. И это очень удобная функция, которую предлагаю сейчас проверить. Давайте возьмем второй телефон и попробуем позвонить на мой основной аппарат. Отлично, вызов пошел, завибрировал Mi Band и что мы видим на его экране? А видим мы следующее. Осталась все та же маленькая трубочка, которая сигнализирует о звонке, но кроме нее под ней появилась надпись, которая по-русски пишет нам имя абонента. И это очень здорово. Эта же функция прекрасно работает и с смс-ками. Если вам приходит смс-ка, то на экране появляется значок сообщения, а также имя звонящего, то есть имя абонента. И что меня безумно радует, русский язык данная прошивка также поддерживает. Ну и кроме этой долгожданной доработки, у новой программы есть и другие интересные функции, которые упрощают нашу жизнь. Так, к примеру, вы можете включить вибрацию браслета сразу после первой секунды. Напомню, раньше это было только после трех секунд. Но я использую Mi Band как основное оповещение и мне хочется, чтобы он начинал вибрировать сразу же, как только поступает звонок. И данная прошивка это мне позволяет. Естественно, умельцы с MIUI Rush'а сделали ряд и других, менее значимых, на мой взгляд, доработок. Но кому-то они, естественно, будут полезны. В этом обзоре я на них останавливаться, пожалуй, не буду. Ну и давайте подведем коротенькие итоги нашего сегодняшнего видео. Спустя год использования Mi Band себя прекрасно чувствует. Он отлично работает, отлично работает его аккумулятор и обеспечивает достаточную автономность. Внешний вид практически никак не пострадал за это время. И хоть его экран и насобирал определенное количество царапинок, заметны они чаще всего только мне. Ну и опять же, в оправдании экрану данного браслета хочу сказать, что даже сапфировое стекло на часах, я в свое время умудрился поцарапать. И я думаю, что это говорит в пользу браслета. К сожалению, в отличие от капсулы, оригинальный браслет нашего Mi Band оказался менее живучим. Примерно за полгода он пришел в негодность и использовать его стало просто-напросто небезопасно для капсулы. То есть, если вы собираетесь приобрести данный браслет, возможно, сразу же стоит подумать о том, чтобы приобрести сменный ремешок к нему. Тем более, что эти ремешки бывают разных цветов и разных дизайнов. И каждый пользователь сможет найти ремешок себе по вкусу. Кроме этого, компания Xiaomi продолжает работать над прошивкой этого браслета, а также над приложением. Приложение претерпело большое количество изменений и просто-напросто преобразилось. У него появился дополнительный функционал, который был еще больше допилен умельцами с сайта MIUI Russia. И теперь этот браслет может контролировать ваши показатели во время тренировок, а также, наконец-то, отображать имя звонящего на экране. Если вам также, как и мне, захочется установить доработанную программу, которую я сегодня вам показывал, то ссылочку на нее и на сайт MIUI Russia вы найдете в описании. Там же в описании вы найдете ссылки на браслеты, которые я могу рекомендовать к приобретению. Ну и, конечно же, все характеристики данного гаджета. Надеюсь, кому-то сегодняшний обзор был полезен. Обязательно не забудьте подписаться на наш канал, тем самым вы очень сильно помогаете его развитию. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня у меня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok